Здравствуйте! В эфире программа «Поэзия судьбы» и я, ее автор и ведущий, Евгений Панасенков. Сегодня мы поговорим немножко в необычном ракурсе. Дело в том, что мы вспомним, я вам расскажу, о Иосифе Бродском, но, конечно, не обо всем его творчестве и биографии, потому что они столь обширны, что невозможно уложить в одну передачу. А мы коснемся только одной, скажем так, стезе, одной стезе его деятельности. Это публицистика, эссеистик, вообще Бродский мыслитель. И вот именно этой далеко не узкой, а всеобъемлющей с точки зрения интеллектуальной теме посвящен наш сегодняшний выпуск. Бродский – это планета, Бродский – это вселенная с точки зрения того масштаба дарования, я бы сказал, демиурга, творца, который ему был дан свыше. Действительно, ощущение создается, когда читаешь его произведение, что вот он так мог походеиграючись создать вселенную, две вселенные, цепочку вселенных, которые живут по своим законам, правилам. И, конечно, прежде всего он блистательно понял и описал, и сформулировал наш мир, вот тот, который есть в реальности, тот, который называется планета Земля. И вот именно об этом, о том, что он сумел сформулировать, как, наверное, может быть, мало кто, может быть, никто другой, сформулировать важнейшие вещи для понимания человека, человечества и мира, вот на этом я сегодня хочу основить свое и ваше внимание. Отнюдь не рассказать в подробностях, потому что в подробностях невозможно, но я хочу возродить интерес и хочу расставить некоторые акценты. И первый акцент я хочу сделать на том, что для Бродского, безусловно, на первом месте стояло понятие личности. Об этом многие говорят, о личности и о том, что все для человека, и человек во главе всего, но мало кто на самом деле это понимает и кто в этом искренен. Тем более в этом неискренне, как правило, государство. И мы знаем прекрасно, что при Страшном Советском Союзе у нас все было для человека, а вот как это было, я с этого и хочу начать передачу о Бродском мыслителе, о Бродском публицисте, эссеисте. 8 января 1964 года в газете «Вечерний Ленинград» была опубликована подборка писем читателей с требованием наказать тунеядца Бродского. Ну, надо сказать, что за некоторое время до этого вышла соответствующая статья. И вот все узнали, что есть такой тунеядец Бродский, который враг народа трудового. 13 февраля Бродского арестовали по обвинению в тунеядстве. Кстати, забегая вперед, хочу сказать, что шведские газеты, когда Бродский потом получит Нобелевскую премию, гениально припечатали заголовок из «Ленинградской правды», тунеядец получает по заслугам. Так вот, 14 февраля у него случается в камере первый сердечный приступ. И с этого времени стенокардия уже его не отпускает до конца жизни. Прожил он всего 55 лет. И вот любопытные факты. В общем-то, действительно, рукописи не горят, слова запоминаются на каких-то мембранах. Но в данном случае мы знаем, кому мы им обязаны. На заседании суда над Бродским, которую вела судья Дзержинского суда «Народ должен знать своих героев» Савельева Е.А. Вот на этом заседании был такой диалог между судьей вот этой Е.А. Савельевой и Бродским. И законспектирован он был тоже, я считаю, что надо сказать, Фридой Вигдоровой. Так вот, я вам сейчас зачитаю этот диалог. И чтобы мы не забывали, сейчас очень много говорят, какой был дивный Советский Союз, какая была фантастическая духовность, когда полстраны сидела, полстраны сдавалась, терегло и молчала, и так далее. Когда ничего не было, ложь сплошная, когда Ахматова заклеивала страницы своих сочинений со стихотворением, посвященным Сталину, потому что, если бы она не написала, то ее бы сын вообще никогда бы не вышел из лагеря, а сын он был от Гумилева убитого советской властью, историк выдающийся, Лев Гумилев, сын ее, да. Ну и так далее. Здесь все очень связано, вот Ахматова учила Бродского, как, так сказать, правильно, мудро жить, как потом говорил Бродский. Все связано, и все, в общем-то, страдали очень серьезно от этого режима, который не то чтобы был в безвоздушном пространстве, ведь он не может быть отдельно от народа, он был в какой-то степени народным режимом. И когда говорят мне, почему я делаю передачи такие странные, вот, то Далида, певица, то вот Бродский, не совсем народные темы, я совсем не думаю о народе. Я отвечаю, что, ну, почему же не думаю? Я думаю о народе. Другой вопрос, что я о нем думаю? Так вот, судья народного суда, фактически судья Джержинского суда Савельева, я, текст такой. Судья, ваш трудовой стаж? Бродский, пять лет. Судья, где вы работали? Бродский, на заводе, в геологических партиях. Сколько вы работали на заводе? Год. Кем? Фрезеровщиком. А вообще, какая ваша специальность? Поэт. Поэт-переводчик. А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? Никто. А кто причислял меня к роду человеческому? А вы учились этому? Чему? Ну, чтобы поэтом быть. Не пытались кончить вуз, где готовят, где учат? Я не думал, я не думал, что это дается образованием. Судья, а чем же? Я думаю, это от Бога. У вас есть ходатайство к суду? Я хотел бы знать, за что меня арестовали. Это вопрос, а не ходатайство. Тогда у меня нет ходатайства. Вот такой разговор между Бродским, великим мыслительным и поэтом, и вот этой некой Савельевой, судьей. 13 марта 1964 года на втором заседании суда Бродский был уже приговорен к максимально возможному сроку по указу о тунеядстве. И это 5 лет, кстати говоря, принудительных работ в отдаленной местности. Но надо сказать, что, ну да, это все мы про ужасы режима, который, в общем-то, был до 1917-го, после 1917-го. Вот, и мы никак не можем выбраться, потому что, вот, знаете, как-то Россия такая страна, в которой все всегда возвращается на круги своя, а вот эти круги своя у нас как дантовский ад, круги дантовского ада. Так вот, для гениального Бродского, конечно, человек гениальный, даже ссылка стала каким-то постижением бытия и мудрости. Он стал изучать английский язык и читать очень много Одена. Дело в том, что, действительно, Уинстон Одена – это величайший мудрец, поэт 20-го века, любимец Бродского, его дозумеет, и его эссе «Поклониться тени» посвящено Одену. Он там замечательно потом пишет, что начал изучать английский язык не потому что тщеславие, не потому что это нужно для дела, не потому что он международный, даже не потому что хочет эмигрировать или что-то, потом его вынудили уехать, да, потому что он не эмигрировал, это была высылка, мы не должны это забывать. Так вот, он замечательно сказал, что начал изучать английский язык только потому, только потому, что он хотел изучать, он хотел прикасаться к этому великому человеку, к великому мыслителю Кодену. И действительно, вы понимаете, вот эта идея традиции, идея того, что на пустом месте ничего не растет, которая вот эта идея про пустое место сейчас так поднимается при современном искусстве, когда, понимаете, все на пустом месте и без всякого труда можно сделать. Нет, на пустом месте ничего не растет хорошего. И действительно, Бродский правильно сказал, что ничего нет плохого в том, чтобы даже подражать. Подражать гению – это великое счастье. И потом, ну, вы сначала попробуйте подражать гению, а потом мы уже поговорим. Так вот, я продолжаю. Бродский, когда изучал поэзию Одена, он записал такую замечательную фразу. Я просто отказываюсь верить, что еще в 1939 году английский поэт сказал, время боготворит язык, а мир остался прежним. Вот это действительно у него не укладывалось в голове. Как может быть сложиться такая ситуация, что какой-то гениальный человек совершил открытие данной ситуации, открытие, связанное с языком, с литературой, с поэзией. А поэзия, как правильно, по-моему, заметил Бродский, это, ну, в общем-то, цель, цель антропологического развития человека, да. Вот это рафинирование, уточение языка, передача информации, нежности, всего чего угодно. Да, вот как можно совершить открытие, оно произошло, и мир не изменился, и никому не интересно, никто не узнал. Как это возможно? Это действительно возможно, потому что есть люди, которые живут по, вот как на скотном дворе, по Марксу, когда быт определяет сознание. А есть люди, у которых сознание определяет быт, как у гениев. И поэтому даже вот на этой ссылке, в этом остроге, фактически, Бродский, великий, читал Одана и приобщался к таинствам мысли. А кто-то другой у нас и тогда сидел в Кремле, сейчас на Рублевке, и вот когда скоро будут, я так понимаю, серьезные народные волнения, они уже быстренько будут на Мальдивах или еще где-то в Лондоне. Они могут сидеть, так сказать, в золоте и ни к чему не приобщаться. Я не зря посмотрел на время, потому что, с одной стороны, я должен за ним следить как ведущий, а с другой стороны, вы понимаете, Бродский, как мыслитель, очень четко сформулировал свою позицию. Действительно, один из главных вопросов искусства – это что важнее, пространство или время? Он говорил, что, конечно, и то, и то, но время важнее, потому что пространство, ну что, оно не так влияет на человека, как время. Действительно, жизнь человека проходит очень быстро с точки зрения времени, а пространство может не так меняться. И вообще, что такое Бог? Вот если меня спрашивают, что такое Бог? Бог – это время, это правда. И в данном случае это понимал и Оскар Уальд в «Дориане Грея» сформулировал. Просто Бродский, которого я называю душеприказчик Европы, он умудрился наследие всех веков как бы обобщить и сформулировать, как мыслитель. Прежде всего, не только в поезде, но и прежде всего в своих гениальных статьях в СССР, в выступлениях и в Нобелевской речи, которые я сейчас буду очень обильно цитировать. Так вот, Бродский все это обобщил, и категория времени у него, конечно, давлела над категорией пространства, вот философской концепции Бродского. Но когда мы говорим о том, что он душеприказчик, я хочу вспомнить и другого душеприказчика Европы, это Лукина Висконти. С точки зрения изобразительного искусства, да, вот этот кинорежиссер, кстати, театральный режиссер, он также обобщил и сформулировал весь опыт развития европейской цивилизации за века его существования, вот Древней Греции через Рим, Возрождение и так далее. И фильм «Смерть Венеции» как бы сталкивает этих двух гениальных людей, потому что «Смерть Венеции» — фильм Висконти по новелле Томаса Мана, это же место упокоения и Бродского, потому что на Сан-Никеле на кладбище покоится великий поэт Осип Бродский, который обожал Томаса Манова, эту новеллу еще, когда он был ребенком, ну, так сказать, юношей в Ленинграде, и потом очень с вниманием отнесся к фильму. То есть все это очень связано. И действительно, история вот этой идеи умирания, потому что Венеция — это город исчезающий, на грани постоянного, чтобы стать Атлантидой, так сказать, такой кандидат в Атлантиду, кандидат на исчезновение, город иллюзорный, как и достижение культуры, которой сейчас, вы понимаете, в общем-то, Европы уже давно нет, и надо это честно признать, потому что Европа стала таким, так сказать, филиалом Африки, Азии, чего угодно, только не Европы. И поэтому вот эта идея исчезновения, смерти и времени, которая давлеет над пространством, как я сказал, по Бродскому, они очень сходятся вот здесь, в Венеции, где Томас Манн, Бродский и великий Лукино Висконти. И говоря о Висконти, мы сейчас перейдем к важнейшему документу, я бы сказал, к важнейшему письменному документу истории человечества. Это речь при вручении Нобелевской премии Бродскому, которая произошла и была написана в 87-м году, в которой он формулирует свое как бы жизненное и творческое кредо. И, в общем-то, это манифест, который мог, может быть, произойти в эпоху гуманизма и возрождения 18-го века, но вот его сформулировал человек 20-го века, который уже понимает, что такое первое и второе, вот уже начиналась третья фактически мировая война, который знает, что чего стоит для Европы. И вот мы переходим к этому документу. Я не случайно был в Висконти, потому что Висконти – король эстетов и король эстетики, человек, у которого за плечами 10 веков рода, который правил Миланом, Северной Италией, аристократ, у которого красота окружающей действительности и природы, и архитектуры, и искусства в крови. Театр «Ла Скала» стоит на их земле. Так вот, тема эстетики сейчас будет звучать очень такой пронзительной нотой в речи Бродского. И я себе позволю сейчас зачитать достаточно большие отрывки из этого замечательного, из этого замечательного небольшого по объему произведения, потому что мне кажется, что… Ну, не кажется, я уверен, что вот этот текст надо читать в школах с первого класса, начиная и регулярно, и внимательно, потому что, не зная его, бессмысленно изучать историю какой бы то ни было страны, в первую очередь России, потому что это будет набор фактов, не имеющий смысла. И действительно, вот в этой речи сформулированы какие-то главные вещи в оценке того, как надо жить, того, как надо воспринимать человека, общество, этику, эстетику и все прочее. Итак, отрывки из Нобелевской лекции, Нобелевской речи, ну, я ее называю, в общем, не совсем правильно, это все-таки лекция, хотя отчасти, наверное, истяк, театрально выражаясь, что это Нобелевская речь, в общем, прямая речь Бродского. Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочитании и предпочтении этом довольно далеко, и в частности от Родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и испытание. Если искусство чему-то и учит, и художника в первую голову, то именно частности человеческого существования, будучи наиболее древней и наиболее буквальной формой частного предпринимательства, оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности, превращая его из общественного животного в личность. Многое можно разделить – хлеб, ложа, убеждение, возлюбленную, но не стихотворение, скажем, Райнера Марии Рильке. Произведения искусства, литературы в особенности и стихотворения в частности обращаются к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников отношения. За это-то и недолюбливает искусство вообще и литературу в особенности, и поэзии в частности, ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатые исторической необходимости. Великий Боротынский, говоря о своей музе, охарактеризовал ее как обладающую лица необщим выражением. Приобретение этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования, ибо к необщимости этой мы подготовлены уже как бы генетически. Язык, и думается, литература – вещи более древние, неизбежные, долговечные, чем любая форма общественной организации. Негодование, ирония или безразличие, выражаемые литературой по отношению к государству, есть по существу реакция постоянного, лучше сказать бесконечного, по отношению к временному, ограниченному. По крайней мере, до тех пор, пока государство позволяет себе вмешиваться в дела литературы, литература имеет право вмешиваться в дела государства. Политическая система, форма общественного устройства, как всякая система вообще, есть по определению форма прошедшего времени, пытающаяся навязать себя настоящему, а зачастую и будущему. На сегодняшний день чрезвычайно распространено утверждение, будто писатель, поэт в особенности, должен пользоваться в своих произведениях языком улицы, языком толпы. При всей своей кажущейся демократичности и осязаемых практических выгодах для писателя, утверждение это вздорно и представляет собой попытку подчинить искусство, в данном случае литературу, истории. Только если мы решили, что сапиенсу пора остановиться в своем развитии, литературе следует говорить на языке народа. В противном случае народу следует говорить на языке литературы. Всякая новая эстетическая реальность уточняет для человека реальность этическую, ибо эстетика – это мать этики. Понятия «хорошо» и «плохо» – понятия, прежде всего, эстетические, предваряющие понятия добра и зла. В этике не все позволено, потому что в эстетике не все позволено, потому что количество цветов в спектре ограничено. Несмышленный младенец, сплачем, отвергающий незнакомого или, наоборот, тянущийся к нему, отвергает его или тянется к нему инстинктивно, совершая выбор эстетический, а не нравственный. Эстетический выбор индивидуален, а и эстетическое переживание – всегда переживание частное. Всякая новая эстетическая реальность делает человека, ее переживающего лицом, еще более частным. И эта частность, обретающая порой форму литературного или какого-либо другого вкуса, уже сама по себе может оказаться, если не гарантией, то хотя бы формой защиты от порабощения. Ибо человек со вкусом, в частности, литературным, менее восприимчив к повторам и заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии. Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее, хотя, возможно, и несчастливее. Это правда. Именно в этом прикладном, а не платоническом смысле следует понимать замечание Достоевского, «Что красота спасет мир» или высказывание Мэтью Арнольда «Что нас спасет поэзия». Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека спасти можно. Вот это длинный такой монолог, который я сейчас прочитал, это отрывки из Нобелевской лекции Иосифа Бродского, который, с моей точки зрения, является величайшим документом мыслителя, философа всех веков и народов. Потому что здесь утверждаются очень великолепно сформулированные вот эти утверждения. Здесь утверждается превосходство личности и индивидуума над государством и понимание того, что литература и искусство вообще они вечны, а государство и режимы страшные, они, наоборот, совсем иллюзорны и очень не вечны и, естественно, борются инстинктивно с этой красивой вечностью. Ну, безусловно, вот это, с моей точки зрения, блистательная синтенция, что эстетика матетики – великая правда. Потому что, действительно, если мы посмотрим даже на снежинку, кристалл, если мы посмотрим на строение Земли, планет, Солнечной системы, это очень четкая вещь, это очень красивая вещь, бесконечная красивая вещь, как семь нот, как музыка Моцарта и Верди, как перспектива в работах художников, возрождении художников XVIII-XIX веков, как фильмы Висконти. Здесь есть золотое сечение. Это то, чего достигла мировая цивилизация в своем развитии. И то, что сейчас уничтожается и так называемым современным искусством, и уничтожается цивилизация, пиковая, высочайшая цивилизация в истории человечества, европейская цивилизация, она уничтожается изнутри инфантильной глупостью самих сегодняшних представителей этой цивилизации, которые похоронили все, что их предки достигали ценой невероятных усилий, труда, крови, всего чего угодно. Так вот, все это похоронено. И, к сожалению, Бродский как бы итогово это все сформулировал, но, конечно, очень поздно. Хотя, конечно, это никогда не поздно. Но время неумолимо движется, и я продолжаю. Прежде чем я перейду к разбору каких-то, ну, не то, что разбору, конечно, просто так, напоминанию вам о других замечательных эссе Бродского, я хочу сказать еще два слова вот о чем. Действительно, все эти мысли, которые сейчас процитировал по лекции Нобелевской Бродского, они ведь были сформулированы задолго до него Уайльдом, Байроном, греческими философами и нашими, безусловно, литераторами Лермонтовым и фактически Бальмонтом. Но в итоге, в итоге, как философская система, как формулировка для ученичества, я бы даже так сказал, очень удобная, она освоена была Бродским. Но если он это сформулировал, то древние греки так жили, у них действительно эстетика была матью этики, и поэтому у них было великое искусство, великой культура и демократия, а не наоборот. А когда сейчас начинают играть различные подонки в эту, знаете, в слова нравственности, в большие слова, очень важные, но они в них играют, и очень многие нехорошие люди, которые скрываются под рясами, это производит очень тягостное впечатление, и никогда просто так не проходит, потому что лицемерие и ложь приводят к таким вещам, как 17-й и 91-й год, когда все разваливается, когда оказывается колосс на глиняных ногах, когда люди понимают, значит, простые люди, которые необразованные, начинают понимать, что их очень долго обманывали, они в один момент сносят, сжигая все на своем пути, и тех, кто обманывал, но, к сожалению, и тех образованных людей, которые все понимали и сами страдали, их уже ничто не может остановить. Конечно, вот это основное послание 20 века в следующие века, но я так понимаю, что мы его не слышим. Да, так вот я говорил о том, что действительно до Бродского сформулировали уже все это греки, и, например, мысль Аристотеля, что только образованный человек свободен, да, так это расписано в Нобелевской лекции, и, безусловно, Фразвальда из предисловия к великому Дориану Грею, что избранник тот, кто увидел в искусстве лишь одно, это прекрасное, так и здесь эстетика матетики. Но сейчас я хочу немножко вот так перебить философию монологом, да, который я выдал из речи, из лекции, таким немножечко поэтическим экспромтом. Дело в том, что недавно, вот несколько месяцев назад, в Москве открыли первый памятник Иосифу Бродскому. И так случилось, что меня пригласили, я присутствовал в этом, участвовал в этом открытии памятника, который находится в центре Москвы на Новинском бульваре, напротив торгового центра, напротив Сталинской высотки, рядом с Домом литераторов, то есть вот очень место такое, там через 400 метров домик Чехова, через 200 метров ЦДЛ, Дом литератора, напротив торговый центр, рядом американское посольство, то есть какое-то очень метафорическое место, эклектическое, но очень метафорическое, мне кажется. И я помню, что мне как-то это все вот, вот эта метафора понравилась, и я там же вот во время этого открытия что-то на коленке набросал такой стишок, который я себе позволю сейчас нескромно вам процитировать, потому что, ну, как мне кажется, он немножко освежит философские наши разговоры и внесет некую такую приятную праздность в эту беседу. Итак, мое небольшое стихотворное сочинение, которое называется «На открытие памятника Иосифу Бродскому на Новинском бульваре в Москве». И он, и я, и те, кто нам не близок, ходили мимо того места, того сквера, за пруды той с камней асфальта и ходюльтера, где время вырастило мрамор, и на нем металл, который означает не столько, кто мечтал, кто жил, кто мерил землю просодией и сигаретным дымом, почти наоборот. Он означает нас, которые поближе к нему своей одеждой и телами подходят, чтобы сказать обломки слов и чтобы заверить реальность бытия бесспорно своего на отпечатке фотопленки. Или даже на тщетном сице цифрового снимка. Глядим на профиль, обреченный к небу, заточен он до памятника, мысль до вечности. Не худший вариант для монумента, но и не лучший для поэта. Дальше открывают. Чиновник блеет, босит обвисшими щеками друг поэт. Он превозносит русский наш язык и «Здравствуй!» говорит Иосиф. Талантливо хватает юрские эстафету и скоро розы две несет поэту и суетится официанту столика с напитками для прессы и суетятся все, чтобы глубже вжиться в кадры новостей, не опоздать к разливу газировки. Но что же их судить, когда над всем есть ветер и листы альбома небесного? Или это нато носит сокрашенный в голубоватый фон, где облака как ноты, а дирижер незримо всегда здесь, здесь всегда. Тот дирижер, которому неважно, как называется страна, ему не страшно. Ему везде свободно жить и в ссылке, и в Нью-Йорке, в Венеции случайно лечь, как моряку в любимой лодке. С ним все в порядке, он живет и дирижирует, и дышит ветром. Но что же с нами, и какой нам выпадет, каким развеет ветром изурный прах, из слов и нот, лишь пыль, заметную не доле метра. Вот такой стишок, который я набросал на вот этом открытии памятника. Здесь упомянут актер Сергей Юрский, который вот талантливо хватает Юрский эстафету, и скоро розы две несет поэту. Чиновника, слава богу, выкинули этого алкоголика, его уволили. Больше он в правительстве в Москве не работает. Вот это великое счастье для всех людей, которые сталкивались так, что здесь еще непонятного. Ну, вот здесь немножко я пытался начать, наверное, тогда в ритмике Бродского, и он, и я, и те, кто нам не близок, ходили мимо того места, этого сквера. Потом перешел что-то на другое. Но, тем не менее, действительно, чем уникальны великие художники, великие поэты? Им безотчетно хочется подражать. И это несчастье или счастье, ну, конечно, и счастье, и несчастье, и для них, и для тех, кто подражает. Потому что желание подражать просто необоримо и певцам, и художникам, и поэтам. Но, с другой стороны, очень опасно, потому что вот пишешь, думаешь, как это здорово, как прекрасно, а на самом деле, боже мой, что же это за графомания получилось? Ну, не всегда бывает, иногда что-то и удается. Сейчас я хочу продолжить немножко говорить о Бродском мыслителе и обратиться к его эссе. И вот я взял с собой книжку, в которой собраны его величайшие вот эти сочинения «Меньшая единица», «Катастрофа в воздухе», «Поклонница тени», «После путешествия», «Путешествие в Стамбул», «Набережная неисцелимых» и как раз «Нобелевская лекция». Почему я взял книжку и почему я вот так даже держу в руках ее в эфире? Вы понимаете, когда непорядочные люди говорят, что вот, надо, чтобы не было социальных проблем, вылечивать дотации населения, чтобы государство занималось населением, да? Ну, правда, оно уже занималось, уже были пионеры, которому, который Бродского посадили, так сказать, выслали и посадили, и посадили, и выслали, да? Так вот, а в Лондоне, когда негры уничтожают цивилизацию, которую жгут дома, и говорят, что вот их не инкорпорируют, недостаточно им пособий платят, деньги недостаточно государством дают на образование. Я вам хочу сказать, что все это наглая, бессовестная ложь, потому что вот эта книжка, в которой собрана действительно уникальная мудрость человечества, великие сочинения гениального человека, она стоила, вот недавно совсем, простите меня, 76 рублей. А все это есть давно уже в интернете, который фактически стоит копейки. И действительно, ну, для эстетов, конечно, я очень люблю, я коллекционирую издания очень дорогие, Бродского, но это уже такая вычурность, это другая тема. А тема получения информации, которая выстраивает ваше сознание, которая вас преобразует из животного в человека, она действительно, видимо, немного связана с финансами. Ну, так вот, эти финансы, они, как говорят математики, близки к нулю. Поэтому не надо лгать. Если человек желает, он и сам поймет и найдет, где узнать. И, кстати, Бродский вышел из нищеты. И он нашел, как узнать и придумал, как написать. И не надо прикрывать свою ничтожность душевную или, может быть, какую-то другую. Я про генетику не говорю, потому что про генетику у нас запретили говорить даже великому Отцену, великому генетику Нобелевскому, тоже, кстати говоря, лауреату, ему рот заткнули, а я уж даже не пытаюсь, потому что хочу вести передачу и общаться с вами. Так вот, я имею еще немного времени хочу просто открыть вот эту книгу и процитировать вам какие-то сентенции Бродского, ну, я бы не сказал, что связанные какой-то одной темой, но просто вот, которые, на мой взгляд, очень достойны того, чтобы сделать на них акцент. итак, великое, блистательное по уму и остроумию эссе Бродского путешествия в Стамбул. Я советую прочитать всем, кто интересуется историей, еще более современностью, еще более, так сказать, и Стамбулом, и Османской империей, и Турцией, и исламом, в общем-то, это любому интеллигентному человеку, и особенно тому, кто хочет понять, что было, особенно, что будет, очень важно прочитать. Я не могу вам прочитать в эфир некоторые вещи, не только потому, что мало времени, но потому, что великий человек Иосиф Бродский, Нобелевский лауреат, это писал еще тогда, когда за свободу гениального интеллекта не сажали. Вот, сейчас уже в Европе ничего говорить нельзя. Главное завоевание европейской цивилизации это свобода слова, свобода совести, она уничтожается неверной истолкованной понятием политкорректности. Но, ну, какие-то несколько фраз незаконченных из Бродского я еще попробую, рискну вам процитировать. Итак, одиннадцатая часть вот этого великого сочинения путешествия в Стамбул Бродского. Бред и ужас Востока, пыльная катастрофа Азии, зелень только на знамени пророка, здесь ничего не растет, а при часов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трёхдневной щетиной часть света, заливаемая мочой углекостра этот запах с примесью скверного табака и потного мыла и из поднего намотанного в круг ихних чресел то твоя челма. Расизм, но он всего лишь форма мизантропии. Вот вы понимаете, чем отличается гений от убожества. Если убожеству сказать какое-нибудь слово и сделать его страшилкой или пугалом, он будет о нём так и думать, что это страшилка. А для гения нет предела для того, чтобы думать дальше и думать своими мозгами. Поэтому вот после того, что он описал бред и ужас и запах омерзительный, он сказал расизм, но он всего лишь форма мизантропии. Орг-выводы делайте сами. Дальше он пишет замечательно о Константине, это тот римский император, который сделал христианство религией государственной. Так вот, здесь любопытные идеи. Дитя своего века, то есть IV века н.э., а лучше П.В., после Вергилия, Константин человек действия, уже хотя бы потому, что император мог уже рассматривать себя не только как воплощение, но и как инструмент линейного принципа существования. Византия была для него крестом не только символическим, но и буквальным перекрестком торговых путей, караванных дорог с востока на запад не менее, чем с севера на юг. Одно это могло привлечь его внимание к месту, выдавшего миру в 7 веке до н.э. нечто, что на всех языках означает одно и то же деньги. Деньги же интересовали Константина чрезвычайно. Если он обладал определенным гением, то, скорее всего, финансовым. Этому ученику Диоклетиана, так никогда и не научившемуся разделению власти с кем-либо, удалось, тем не менее, то, чего не могли добиться его предшественники, стабилизировать, выражаясь нынешним языком, валюту. Веденный при нем римский солид впоследствии на протяжении почти семи столетий играл роль нынешнего доллара. В этом смысле перенесение столицы в Византию было переездом банка на монетный двор, покрытием идеи, купюры, наложением лапы на принцип. Не следует, наверное, также упускать из виду, что благотворительность и взаимопомощь христианской церкви в данный период представляла собой, если не альтернативы государственной экономике, то, по крайней мере, выход из популярность христианства в эту пору зиждилась не столько на идее равенства душ перед Всевышним, сколько на осязаемых нуждающимися плодах организованной системой взаимопомощи. То была своего рода помесь карточной системы Красного Креста. Ни культезиды, ни неоплатонизм, ничего подобного не организовывали, в чем и была их ошибка. Вот здесь Бродский представляет замечательным мыслителем и историком и таким знатоком нравов и психологии людей, ну, масс в том числе. Теперь еще я вам хочу здесь процитировать дальше один отрывок вот такой. О, все эти бесчисленные османы, мехметы, мурады, баязеты, ибрагимы, селимы, сулейманы, вырезавшие друг друга своих предшественников, соперников, братьев, родителей, потомства, в случае мурада второго или третьего, какая разница, девятнадцать братьев к ряду, с регулярностью человека, бревящегося перед зеркалом. Ну, надо сказать, что, действительно, там резали друг друга страшно, но наши святые князья, типа Владимира, которые убивали братьев, брали в наложницы их беременных жен, они отнюдь не лучше. Так вот, дальше, все эти челмы и бороды, это униформа головы, одержимы только одной мыслью, резать, и потому, а не только из-за преда, накладываемого религией, на изображение чего бы то ни было живого, совершенно неотличимы друг от друга. Потому можно и резать, потому можно и резать, что все так друг на друга похожи и нет ощущения потери. Потому и резать, с оборотным «э», что никто не бреется. Режу, следовательно, существую. Вот эта картезианская идея, великая европейская идея «мыслю значит существую», которая, ну, она была, на самом деле, очевидно, что уже витал в воздухе из Древней Греции и мог ее сказать Спиноза, и мог Декарт, он же Кортезий, и мог сказать это Гегель. На самом деле, все так или иначе, не так важно, кто изобрел, главное, что они до нее дошли. А вот здесь ее перефразируют очень лаконично и так с юмором Великий Бродский в отношении культуры противоположной. И как никогда это актуально, потому что какие, в какую секунду новости не включаешь, везде сказано, что Бродский в отношении этого прав режу, следовательно, существую. Я еще раз повторяю, не поленитесь, садите в книжный или хотя бы в интернет и прочитайте великое сочинение Иосифа Бродского эссе «Путешествие в Стамбул». Это для всех сейчас очень актуально и важно. Ну, помимо того, что великое произведение с точки зрения литературного языка, стиля и всего прочего, даже учитывая перевод. Знаете, я очень хочу, но действительно не могу себе позволить, просто-таки опасаюсь какие-то вещи еще читать про культуру и религию, которую здесь пишет Нобелевский лауреат, но он это пишет все-таки, скажем так, 20 лет назад, тогда еще что-то можно было сказать, потом у меня была стенокардия, уже возраст, тоже не так страшно. Я все-таки скорее вас к этому сочинению отсылаю, нежели еще буду его так много цитировать, хотя, видите, я пропускаю, очень хочется, но очень боюсь. Действительно, потому что я хочу, ведь, вам еще что-то рассказать в других передачах и статьях, да, и свою роль в какой-то смысле, в каком-то смысле я сейчас выполняю, я вас четко адресую к тому месту, где нужно прочитать. Так вот, я вам говорил о том, что есть великое еще сочинение «Поклониться тенью Бродского», посвященное Одану. Одан — это великий поэт англоязычный, и здесь он высказывает мысль Бродский в этом эссе о том, что действительно он стал изучать английский язык только чтобы прикоснуться к Одану, гениальному мыслителю. И он сказал фразу, одну из величайших фраз с моей точки зрения в истории человечества. Конечно, до нее наверняка, до него наверняка кто-то ее формулировал, но вот она у нас есть на бумаге за подписью Бродского, что никогда не надо стесняться того, что тебя назовут подражателем гения. Это великое счастье. И, во-первых, это очень сложно, это очень непросто, надо иметь самому, если не талант, а все-таки лучше гений. И действительно, наш век, я имею в виду уже 21-й, когда вместо архитектуры и живописи у нас дизайн, вместо живописи и инсталляции, вместо литературы какие-то просто маргинальные ахинеи или глянец, вот в этот век как никогда надо помнить вот эти потрясающие формулировки Бродского о том, что очень важно знать традицию, что личность это индивидуальность, это самое важное и очень важно не стать винтиком в системе государства или в торговой системе, или в системе, так сказать, того, что нам несет современная масс-культура отвратительная. Ну и, конечно, величайшая, красивейшая фраза о том, что эстетика это мать этики. Это была передача поэзии судьбы и я ее ведущий и автор Евгений Панасенков. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok